В тот день, как обычно, я проснулся в 2 часа ночи. Мой суточный режим совсем сбился. Достав сигарету, я отправился на балкон покурить. Ночная тишина, плотно окружавшая город, вызывала какое-то тревожное чувство. Лишь изредка проезжавшие машины расправляли угнетающий страх. Страх. Он постоянно преследовал меня. В последнее время мне стало совсем плохо. У меня нет родителей. Жил я один в большой квартире, доставшейся мне по наследству. Никак не мог найти работу. Не брали я за отсутствие опыта. Конечно, я мог бы пойти работать грузчиком или тем же уборщиком, но тут уже в дело вступал целый букет болезней, которые я заработал с детства. А деньги-то нужны. Я бы мог разменять квартиру, но мечты о том, что у меня когда-нибудь будет большая семья, любимая жена и куча деток, не давала мне этого сделать. Но страх был совсем не из-за этого. Я чувствовал, инстинктивно чувствовал, что в скором времени со мной произойдет что-то ужасное. Я зашел в магазин и сразу на прилавке развернул газету с объявлениями. Среди списка давно знакомых текстов я увидел нечто новое. Работа для всех. В тот же день я позвонил туда и меня приняли. Работа была не сложная. Нужно было охранять небольшую территорию. Какой-то заброшенный цех. В первый день мне объяснили, что да как. В принципе, ничего особенного. Удивило только то, что работать я буду не один, а еще с каким-то пареньком. Я сразу же осмотрел территорию. Цех был закрыт, но через щель я увидел, что это обычный мебельный склад. Там была собранная мебель, уже готовая к продаже. И разобранная, которую собирали днем и отвезли в магазин, который находился примерно в 200 метрах. Ничего необычного не было. Шкафы, диваны, какие-то доски, тумбы, зеркала и прочее. В первую ночь я познакомился с пареньком-напарником. Его звали Володей. Он оказался таким же неудачником, как и я. Не буду вдаваться в подробности. Скажу, что хоть он и был моим ровесником, относился ко мне он как к старшему. Постоянно усложивал, и мне это нравилось. Каждую ночь мы говорили о жизни, о своих мечтах. Он хорошо играл на гитаре, а я рисовал. Мы быстро сдружились. А страх, который преследовал меня, стал пропадать. И вот, однажды, проводя время за очередной беседой, мы услышали какой-то шум в цеху. Страх тут же вернулся. В голову сразу полезли мысли о призраках и прочей чертовщине. Но я отгонял их и стал внушать себе, что все эти сказки придуманы для детей. Мы, крадучись, подошли к цеху и заглянули в щель. Всё тихо. Было видно, что одно зеркало упало и разбилось. Кстати, забыл упомянуть. Во время собеседования мне сказали, что предыдущего сторожа уволили как раз из-за того, что кто-то постоянно портил мебель. Особенно зеркала. Они бывали или разбиты, или поцарапаны. Но при этом всегда лежали отражающей стороной вниз. Мы решили разобраться с этим утром. И пошли было обратно в сторожку, но что-то заставило меня остановиться. Я сказал Володе, что нам нужно кое-что проверить. И направился к осколкам. «Володя, сходи, принеси веник и совок», сказал я напарнику. Пока Володи не было, я решил собрать крупные осколки руками. Подняв первый, я поднёс его к своему лицу, потому что не видел его уже несколько дней. Разглядывая недельную щетину, я заметил на осколке какое-то чёрное пятно, как будто от сажи. Я протёр его рукавом и взглянул снова. По телу пробежала дрожь. Это было вовсе не пятно. Какая-то чёрная субстанция стояла сзади меня. И пока я протирал осколок, она приблизилась ко мне на пару метров. Я обернулся, но никого не увидел. Я вновь взглянул в осколок. И у меня волосы встали дыбом. От страха я забыл, как дышать. Через силу я вдыхал воздух и выдыхал. Вдыхал и выдыхал. Такого страха я не испытывал никогда. Оно стояло прямо за моей спиной. Я чувствовал его всем телом. Сквозь чёрную пелену можно было разглядеть силуэт. Длинные тонкие руки и ноги. Огромная голова. Глаза закрыты, как будто оно спит. Я понял, что когда на него смотришь через зеркало, оно не может двигаться. Время никогда не тянулось так долго. Где же этот чёртов Володя? Я молча стоял и смотрел. Из-за того, что я очень сильно сжимал осколок в руке, он впился мне в ладонь, как нож масла. Кровь текла по руке, но физическая боль была ничем по сравнению со страхом, который я испытывал. Осколок весь в крови стал выскользовать из рук. Володя, где же ты? Я никогда в жизни так не радовался, как тот вечер, когда услышал звук открывающейся двери. Володя, быстро неси сюда зеркало. Какое? Любое, какое найдёшь. Тут только шкаф зеркалом. Так оторви его к чёртовой матери. Но ведь платить придётся. Ну и что, делай, как я сказал. Пока Володя тащил зеркало, я наблюдал за тварью. Он не двигался. Так, теперь поставь его передо мной и держи. Сказал я, когда Володя принёс зеркало. Как только зеркало оказалось передо мной, я выкинул осколок и схватил зеркало. Держа его перед собой, я направился к выходу. Володя шёл сзади. Тварь стояла на месте. Чёрт, как же тяжело было идти. Пока я стоял, ноги затекли. Но неприятнее всего была боль в руке, которая не давала мне нормально держать зеркало. Я чувствовал, рука вот-вот рожмётся, и зеркало выпадет. Я был почти у выхода. Нет, господи, нет, только не сейчас. Молился я про себя. И тут рука разжалась. Последнее, что я помню, как голова Володи оторвалась от тела и повисла в воздухе. Я слышал, что голова может несколько секунд прожить без тела. А сейчас я увидела это собственными глазами. Его лицо исказилось кремасой страха, а из глаз хлынули слёзы. Как бы я хотел, чтобы это всё оказалось лишь ужасным сном. Но это было на самом деле. Внезапно я почувствовал спеск адреналина, и мои ноги понесли меня с бешеной скоростью. Я бежал очень долго, пока не добежал до своего дома. Там, заперевшись изнутри, я стал курить одну сигарету за другой. Я думал о Володе, о родителях, о своих мечтах. Я понимал, что вместо Володи мог бы быть я. У меня никогда не было такого желания жить. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова